Дорогие друзья, всем привет! Я знаю, что некоторые из вас ждут Clash Royale, но я просто так в него не играю. А сегодня хороший повод. Мы списали в ВКонтакте с Даней Ночной Фурией, и мы решили записать совместный ролик. Он сейчас покажет онлайн-каточки свои. Я хочу с ним пообщаться, задать несколько вопросов. Если кто не в курсе, то Ночная Фурия занял второе место в крутом турнире. Сейчас мы об этом как раз и поговорим. А также мы еще покатаем сейчас в Глобале. Немножко я, немножко он. И обязательно поставьте лайк, если бы хотели совместный стрим с Ночной Фурией. Кто помнит Ночную Фурию? А ну, напишите в комментах. И подпишитесь на канал, если на канале впервые, потому что подписывайся на канал, ставишь лайк, падает лего, проверено временем. Рекламная пауза, Дань, и погнали, да? Вы только посмотрите на этого дракона. Он просто огромный. Если вы последние пару месяцев провели где-то в гуши и еще не в курсе, Raid это новая коллекционная RPG игра. В ней невероятная сюжетная линия, невероятная 3D графика, эпические сражения с боссами, битвы с реальными игроками, а также более чем 400 чемпионов для коллекции и развития. Самое классное, что Raid напоминает классические RPG и стратегические игры, только теперь на смартфоне. А сумасшедшие битвы и события затягивают с головой. Вы просто посмотрите, какой безумный уровень детализации у этих чемпионов. Игра на мой взгляд сопоставима с большими играми на ПК и приставках, но к тому же она бесплатна. А оценка в стори просто идеальная. Сотни тысяч людей не могут ошибаться. Игра набирает обороты очень быстро, а в этом месяце ожидается большое обновление, которое будет интересным новым игрокам. Сейчас лучшее время, чтобы присоединяться к событиям. Так что прямо сейчас переходи в описании под видео, качай Raid по моей ссылке и получишь 50 тысяч серебряных монет сразу же, а также эпического чемпиона. Удачи и жду тебя в рейде. Блин, я так соскучился именно за вот этими каточками, наблюдениями и... А потом я пойду с арбалетом, посмотришь мою атаку, хорошо? Да. Расскажи нам, пожалуйста, что за... А, кстати, сейчас у Дани 6 400 кубков, это на аккаунте мальчонка, а еще у него есть аккаунт 8 место в мире. Ну, вчера он был топ-1 мира. Да? Да. Сегодня возьму топ-1, возможно, если не тильтану. Топ-мира сидит Даня. Вот. Я попросил его поиграть сегодня декой через шахтера и принца. Он корги-гом, в принципе, может катать, голема может катать, лавой. Ну, типа, големом мы видели, лавой мне не интересно, а корги-гом... Ну, как-то вообще дико, я не знаю. Корги-гом сейчас играет все, но я... Я как-то не этот... Не признаю. Не то, что не признаю. Как-то вот, ну, корги-г всегда считалось зашкваром. А вот шахтер с принцем, интересно, такой спалбэй, да? Да, типа спалбэй тут только еще по куче. А че он тебя пропускает? Он просил про эликсиру жестко. Слушай, у тебя иногда микрофон так свистит, ты можешь там сильно его не этот, не теребить? У тебя всегда были проблемы, я привык к нему. Расскажи нам про турнир. Я же в курсе, что ты занял второе место. Первое место занял на РЭК, да? Да, первое место занял на РЭК. Я, соответственно, занял второе место из-за своей жажки. Я, соответственно, занял второе место. В принципе, что еще вы хотите узнать о турнире? А какой был призовой фонд турнира? 500. А ты сколько-то выиграл, нет? За второе место? Да, 150. А я пойду в бой. Ты выиграл 150 кусков? Да. Тебе их уже дали? Да, скоро выйдут. Куда потратишь? Да, у меня и так уже есть, столько же еще. Сколько всего есть. Я даже не знаю, куда эти деньги тратить. Зачем мне деньги? А ну, проверяй. Смотри за моим поединком. Ты не в бою сейчас? Да. Поехали. Да, иди. Я смотрю. Подсказывать не надо. Тут очень легко. У меня, короче, колода с арбалетом, понял? Только какая-то она у меня непонятная. И сборщики Тесла есть. О, прикольно. Я что-то подумал, ты на 7К играешь случайно что-то. Случайно подумал, что я на 7К играю. Спасибо, я люблю такую случайность. Десятое мини-пеку. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Если ты ему проиграет, то это будет. Капец я лох, да? Не, нормально. Ой, а я думал, снежок откидывает. Не, откидывает. Пека и мини-пека учила. Ну, я низко сижу, ребят. Я, правда, низко сижу по той причине, что я, ну, не играю в Clash Royale, на самом деле. Если бы я в него играл, то однозначно бы гораздо выше сидел. У меня эликсира нет. А вот, что еще хотел спросить у тебя по турниру? А так ты всех затащил. А кем ты играл против Нарека? Против Нарека я играл несколькими разными колодами. С каким счетом ты проиграл? 4-2. 4-2. Так, какими колодами ты против него шпилил? Да. Что, да? Первый раз я взял лаву, которая без запа. Не моя, не родная. Если бы была родная, то тогда бы я уж точно выбирал. А колоды ты выбирал или те, которые вам предлагали? Не, не, не. Колоду выбирали мы сами. А что ж ты не взял свою? Нет, так я думал подстроиться как-то под мету. Типа, если бы у него... Нет, сделай, пожалуйста, подальше микрофон. У тебя слишком взрывные согласные прям херачат мне в ухо. Прям аж кровь идет. Можешь так подальше от микрофона? Чуть-чуть подальше. Все. Все, спасибо. Да-да, вот так взялись. Так, хорошо. Лавой, ты проиграл ему, да, первый бой? Да, у него был контроль, соответственно, проиграл. Ну, там нечем было проходить через его инферно. У меня даже запа не было. Вместе с запа у меня были стражи, которые ни о чем вообще. Хотя, хоть они и контроль принца, но они ни о чем. А он играл чем? Он играл вот этой декой. Которой ты сейчас играешь? Да. Понятно. А так, в целом, что ты проиграл? Ты причины свои, знаешь, ошибки или просто он сильней? Да успокойся, ты какой сильней? Просто контрабл. В двух последних боях, да, были жесткие контрдеки, но я привык их выигрывать, в глобале особенно. Так что я мог его выиграть, в принципе, но из-за двух маленьких, ну, даже не маленьких, это были решающие ошибки, которые я допустил и, соответственно, проиграл. Потому что нужно играть без ошибок, если ты хочешь выиграть. Не, ну, ну, это понятно. А ты ошибки допускал, да? Две ошибки в двух боях, решающие ошибки были. А на Рэк кем играл? На Рэк два первых боя, нет, он катал три боя первых вот этой декой. Но после того, как я... Опять микрофон, близко чуть-чуть подальше микрофон. Короче, счет был 2-0, он выиграл. Он снова взял эту деку. Давай в бой. После этого он поменял деку. Он, короче, три раза катал одну и ту же деку, после этого он сменил колоду. И решил брать контру под кургига, а я начал брать кургига по кд. А какая контра кургигу? Лава с варварами, пека с варварами, вот такие деки. Еще у меня был кургиг с двумя зданиями и варварами. Вот это просто жестко было. Ух, жестко. Да, ну, кстати, вон там он до всего отзверстый, несколько зверстых ошибок. Хотя он выиграл, он просто мог от 2 поиграть, и я бы его не забрал. Но он сделал зверсткую ошибку. В итоге, время действия двойного эликсира подошло к концу. Ага. Не, не, 250. А, 250. Это пол ляма, это призовый фон, да? Он разделяется между тряма, да? Я так понял. Да, не, четырьмя. Четырьмя. Четвертое место сколько получил? 30. Тридцать. Третий полтинник или сотка? 70. 70. А ты 150. Неплохо. Хорошо. Против тебя колода такая же, да? Да, я что-то заговорился. Фурия мне нравится тем, что он не просто топ-игрок, он еще чудак. Он реально юморной парень, с ним очень весело было стримить. И, ну, поймут меня олдфаги. Те, кто не смотрели мои стримы по роялю, они не в курсе, кто такой Фурия. Вообще, что он из себя значит. Очень крутой угадный чел, и мы с ним постоянно стримили, и он очень круто играет, реально прям. Сколько поединков, сколько грандов пройденных, столько, блин, турниров было. Ну, я про него наслышан, и лично его поединки все смотрел и видел. И на стримах он такие показывал, блин. Он в сопровождении моих атак, точнее, он мной курируя, проходили гранды. То есть я играю, он мной командует, и я проходил гранды. Ну, просто для меня всегда было тяжело пройти гранды. Вот в глобале я еще катал, а гранды я не мог. Ну, бывало, конечно, проходил, но всегда испытания было сложно проходить. Там скилловые парни. И вот фурия всегда как-то вот помогал мне, и у меня получалось. А ты до сих пор, да, задротишь в рояле? Конечно. А что он тебе еще не надоел? Сколько играешь, и до сих пор не надоел, что ли? Конечно, нет. Конечно, нет. Когда игра приносит удовольствие и одновременный доход, то она не надоел. Да, согласен. Но ты же в нее с самого релиза играешь. Да. И она до сих пор тебе удовольствие приносит. Конечно. Я бы в нее не играл. На самом аккаунте, если бы она приносила мне только доход, то я бы... Так, объясни мне, а в чем удовольствие ты играешь постоянно одними и теми же картами, колодами? Уже знаешь всех соперников. Ой, какой хороший был снежок. Итак, ребят, давайте не будем отвлекать его своими... Не буду отвлекать моими тупыми вопросами. Давайте попробуем... Попробуем затащить. Точнее, Фурия попробует затащить. Нет, нет. Тут не затащим уже, потому что я промаркал... Ну, тогда я задам снова тупые вопросы. Ладно. В общем, ты еще кайфуешь от рояля, да? Да, да. Давай я каточку какую-то. Да, давай. Слушай, ну... Даже я сейчас... У меня очень слабые соперники. Ну, то есть, по прокачке. Давай я возьму какую-то... Колоду странную. Бери. Гоблин-гигант со спарки, если хочешь. О, нифига себе. Я колоду нашел. Какая-то вообще дикая. Погнали бы. Давай. Дека у меня королевский гигант. Шахтер. Инферно. Ведьма. Бревно, зап, молния. Зачем мне зап и молния? Кургик? Кургик, да. Да, это колода. Ладно. Что еще интересного расскажешь? То есть, ты не знаешь, куда потратить деньги, да? Да, у меня и так, сука же, есть смысл. У тебя нету цели, что ли? Нет, цели есть, но... Ну, не бывает же такого, что у тебя все есть. Не, ну, пока все есть. Сейчас в комментариях напишут, отдай мне. А ты еще не создал канал? Нет, я скоро создам. Ааа. Еще один турнир будет от Чили-2 скоро. Я там тоже буду участвовать. Это в Москве? Да, в Москве. Финал будет проходить в Москве. Круто. Это же оффлайн был турнир, которым ты занял второе место, да? Да, да, да. Там тоже будет оффлайн. А кто еще из известных игроков были, помимо Нарека? Никого. Вы с Нареком сразу в финал вышли, да? Итак, участники нашего турнира «Ночная фурия» на РЭК. Ну, и еще каких-то там трилоха. Да, да. Мы играли там, ну, до того, как мы встретились друг с другом, мы играли с двумя сопами. Он играл со своим, я со своим. Мы их обыграли в 4-0. Он его, он своего, я своего. Ну, то есть вы понимали, что... О, боже, варвары с элитными варварами. То есть вы понимали, что вы в любом случае встретитесь в финале, да? Вы были к этому готовы? Были готовы. Нет, я-то не был готов. Я не подготавливал там ничего от того. А он, он подготовился, да? Не знаю, может подготовился, может нет. Может... Ну, я как говорил ранее, я неделю или дней 10 вообще от игры тошнило в последнее время. Ну вот, я же об этом и говорю. Как тебе игра еще не наскучила? Потому что, когда ты играешь в одно и то же, причем ничего не меняется, ни обновления, ни режимы, ни карты, ни визуальные какие-то моменты. И ты постоянно играешь, и, блин, ты играешь на таком уровне, что ты эту игру просто наизусть читаешь. Я же об этом и говорю. Как тебе она еще не наскучила? Так. Да, я знаю, я низко сижу, да? Это же 4900 сейчас низко считается с фулл прокачкой. Даже 6300 считается низко. Это, блин, это, наверное, как раньше на 3400, наверное, да? Ну, я просто не знаю. Ну, блин, я не играл сколько, я вообще редко захожу в рояль. Откуда кубки появятся, если не играешь? Ну, я бы позадротил такой, по приколу. Можно постримить. Если бы этот ролик собрал 25 тысяч лайков, мы так и не собрали на прошлом ролике много лайков. То есть их было сколько, 15, по-моему, или 10? Ну, то количество мы не собрали, чтобы я провел совместный стрим с фурией. Я бы поиграл в рояль, я бы поапал сейчас кубки, причем они идут, как видим, легко. А на высоких кубках бы уже под комментарием бы Даньки бы поиграли. Возможно... А сколько нужно? Что? А сколько нужно собрать примерно лайк? Ну, давайте 20, ребят, 20 соберем, проведу стрим по роялю. А что нет? Давайте 20. 20, да вы можете. Ну, блин, это же изи. Ладно бы там не набирали такие просмотры, я бы не просил такие лайки. Но просмотры же позволяют собрать такие лайки. Новая лига, еее. Если, конечно, вы хотите. Я и вас не заставляю. Если вы наберете, мы проведем стрим. Я буду только рад. Даня, спасибо тебе за компанию, за каточки. Надеюсь, вам, ребят, ролик понравился. Предлагайте, какие еще идеи вы хотите для рояля. Потому что Даня может абсолютно любой декой сыграть. Возможно, вам бы хотелось бы с какими-то его объяснениями, комментариями и наглядным примером онлайн-каток. Обязательно... Да, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо вам, ребят, за просмотр. Удачных вам сражений, побед. И напишите, играете ли вы еще в рояль? Если да, то... Какой колодой, на какой арене? Мне просто интересно, где моя аудитория сидит. Кто сидит высоко? Много у меня таких подписчиков или нет? Все, прощаемся. Пока. Пока.